Историки Магнитогорского университета работают на раскопках Фонагории уже 25-й год. В составе археологической экспедиции Российской академии наук, всё лето, в любую погоду, наши учёные и студенты, в буквальном смысле не покладая рук, трудятся на территории древнего городища, в Некрополе, под водой. Их усилия достойно вознаграждаются уникальными находками. Открытие нового корабля, затонувшего 2000 лет тому назад на Некрополе, это великолепная совершенно комплексы ритуальные с лошадьми, комплексы, которые относятся к 3 веку до нашей эры. Ну и на городище вот этот год нам дал совершенно потрясающую керамику 6 века до нашей эры, расписную, которая принадлежит самым лучшим произведениям, самым лучшим мастерам греческой вазописи. И в музеях мира, вот некоторые фрагменты, их всего около 40 во всех музеях мира. Вот у нас есть работа этих мастеров. Фонагория – один из самых блестящих греческих городов на периферии греческого мира. Он известен по ряду произведений античных авторов. Его местоположение давно определено. Регулярные археологические исследования там ведутся с 1936 года. Этот необыкновенный памятник истории – осколок греческой цивилизации. И появился он в VI веке до нашей эры, просуществовал до XI, будучи затем городом болгарским, византийским, и окончил свои дни как одна из крупнейших столиц Хазарии, конкурировавшей с Русью. Именно поэтому сюда затевали походы русские князья. Помните у Пушкина, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным Хазарам? В этом году историкам посчастливилось найти серебряник князя Владимира, выпущенный около тысячного года. Все это говорит о влиянии Руси и продвижении Руси в Фонагорию. Продолжаем раскопки сейчас Хазарской части города, Хазарского слоя, и великолепно сохранившаяся улица, дома Хазарские, в которых мы нашли золотые византийские солиды, арабские дирхамы VIII века до нашей эры, и рядом с Монагорией серебро Владимира. То есть в одном доме купца, то есть не купца, так сказать, а какого-то знатного Хазара. Город Фонагория находился на пересечении торговых путей. Его жители не стеснялись грабить караваны с обеих сторон. И против такого паразитического государства и пришлось воевать русским князьям. Работа археологов – труд адский, тяжелый. Слой Фонагории находится на глубине 14 метров, раскапывается вручную под палящим солнцем или под водой. Некрополь представляет из себя колоссальные курганы, иногда в 10 метрах высотой и порядка 100 метров диаметром. Там уже студентам помогают бульдозеры. Слоя которого мы ждали 10 лет. Примерно слой VI века до нашей эры, чтобы раскопаться, с XI века до нашей эры, прошло более 10 лет. Мы очень долго шли к этому. Слоя он нас наградил совершенно великолепными находками. В этом году археологи продолжили работы с сенсационным открытием. Это крупнейший клад серебряных монет VI века до нашей эры. Это самые древние деньги, которые чеканились в столице Боспорского царства Пантикопии. И такие находки не предел. Ресурсы не исчерпаем. Мы посчитали, что если 300 человек будет работать 300 дней в году, нам понадобится 300 лет, чтобы раскопать хотя бы какую-то часть Фонагории. На сегодняшний день 1% раскопан только. Галина Смирнова, Татьяна Зайцева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.